Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Все молчат почему-то, но мы видим, как XRP растёт прямо сейчас, почти 30% за сутки. Один из самых топовых альтов на данный момент по суточному росту. Первые звоночки перед буллраном, не так ли? XRP почти 40 центов, таких отметок мы не видели уже давно. И многие аналитики говорят о том, что пробитие этой отметки приведёт к взрывному росту. Когда Ripple XRP стоил 15 центов, я говорил, что нужно подбирать. Когда он стоил 20 центов, я говорил, что нужно подбирать. И когда он стоил 25 центов, я тоже говорил, что нужно подбирать. Вспомните комментарии под такими видео. Если вы ждали всё это время и не накапливали позиции, я скажу вам так. До 12 декабря 2020 года всё ещё есть время зайти. Я предупреждал, когда криптовалюта взорвётся, у вас останутся лишь шансы остаться позади. Так и произошло с биткоином, так и происходит с XRP. Около месяца назад я предупреждал об этом. Я снял видео, в котором сказал, что очень скоро Ripple XRP пробьёт отметку в 25 центов и улетит намного выше. Давайте посмотрим на общую рыночную капитализацию криптовалют, которая составляет сейчас более полумиллиарда долларов. Вы тоже видите то, что вижу я? Это перевёрнутая голова и плечи, бычья формация, которая заканчивается взрывным ростом. Я верю, что это очень похоже на Bull Run 2017 года. Мы находимся где-то здесь, если брать аналогию. Впереди нас ожидает как минимум два сезона альткоинов. Если это будет один сезон, мы заработаем денег. Если же два, это будет перераспределение богатства от бумеров к миллениалам. Друзья, оба эти сценария очень вероятны. Если вы всё ещё не купили свой билет, хотя таких возможностей было очень много, пора бы об этом задуматься. Ripple XRP, Ethereum, Chainlink – всё это настроено на рост. Мы где-то здесь, а это глобальная перевёрнутая голова и плечи. Всё указывает на то, что мы вначале чего-то очень большого для альткоинов. Но в какой-то момент обязательно будет откат, и это будет очень агрессивный откат. Но одновременно с этим это будет и ещё одна великолепная точка входа и ещё один шанс. Но после этого отката последует выстрел, и когда он произойдёт, вы точно не захотите оказаться вне этой ракеты. По мнению Bearable Bull, криптоаналитика и известного трейдера Ripple XRP, 2017 год для XRP был просто тестовым пампом. Тогда он вырос до 3 долларов 84 центов. И тогда мы пробовали, каким может быть будущее для Ripple XRP. И сейчас я говорю не про его способы использования. В 2017 году мы лишь протестировали то, как работает крипторынок. Тогда Ripple XRP сделал почти 60 тысяч процентов роста. Что это значит? Если в начале 2017 вы инвестировали всего лишь 1000 долларов в XRP, то ваша инвестиция к концу года превратилась почти в 600 тысяч долларов. Сейчас у вас снова есть такая же возможность. И это не гипербола. Все, кто участвует в крипторынке достаточно долго, знают это. Я снимал десятки роликов, в которых показывал, что такое Ripple XRP, с чем он связан и кто его использует или планирует использовать, в том числе и для новой финансовой системы, и для новой цифровой экономики в том числе. Я верю в Ripple XRP, потому что огромные компании стоят за ним. Я показываю вам эту инфографику, чтобы вы увидели все компании, которые в период с 2014 по 2017 вошли в криптовалюту. Это умные крупные деньги, и они все вошли в крипту даже до того, как она начала себя показывать. Все они инвестировали миллиарды долларов в инфраструктуру для принятия цифровых активов тогда, и делают это сейчас. И вы думаете, что они делают это для того, чтобы просто отпустить и забыть? Только сумасшедший может так думать. Затем они просто пропампили все и вышли на верхушках, лишь для того, чтобы проделать все заново. Розничные инвесторы же в большинстве своем остались с носом. СМИ не говорят вам то, что вы хотите знать в конкретный момент времени. Вы бы хотели, чтобы вам сказали в 2016 году, что криптовалюта взлетит. Не в конце 2017, когда это уже произошло, а хотя бы в 2016. Но СМИ сказали вам об этом только тогда, когда криптовалюта уже была на пике. Они манипулируют вами. Ребята, я, это ваши настоящие народные СМИ. Кто сказал, когда биткоин стоил 3000 долларов, а Ripple XRP 15 центов, что это шанс? Я. Посмотрите мои видео в тот период, когда все разочаровались, когда все покидали этот рынок. Я говорил, что это лучшее время, чтобы зайти. Люди, которые зашли в рынок в 2018 и сейчас расстраиваются, просто успокойтесь. Вы все еще первопроходцы, и вы будете за это вознаграждены, как первопроходцы. Просто помните об этом и будьте терпеливыми. Вот почему вам не стоит так бояться. Это график биткоина в паре с долларом. Да это обычный график, только инвертированный. Как вы видите, получился самый что ни есть параболический рост. А зачем я вам это показываю? Вы точно знаете, чем заканчивается параболический рост. Не так ли? После параболического роста цена всегда разворачивается и падает вниз. Так вот, когда происходит наоборот, не параболический рост, а параболическое падение, что оно тоже закончится ростом. Параболическое падение заканчивается ростом. Оооо. Успокойтесь. Вам сейчас нельзя волноваться? Вы пролежали в коме 25 лет? А сколько стоит биткоин в долларах? Долларах? Мы не используем доллары. Хотя за один биткоин можно купить лампу. Твою же за ногу! Это опять случилось. Зато институционалы крупные деньги в 2018, 2019 и 2020 делали то, что я говорил. Покупали криптовалюту. Причем вне биржи. Это не влияло на рыночную цену покупаемых криптоактивов. Когда все спрашивали, а почему не растут курсы, раз крупные деньги все покупают, вот вам ответ. Они делали это специально. И количество способов, которые есть в арсенале этих людей, невероятно разнообразное. Именно поэтому я считаю, что 2017 год был всего лишь тестовым пампом. Это была лишь проверка, которую провели крупные деньги. И следующий памп будет таким, что 2017 год на его фоне будет выглядеть лишь маленькой вспышкой. Руководитель инноваций Амиврипл, Дили Прао, говорит, что XRP никогда не разрабатывался как что-то, за что можно купить кофе. Наше видение XRP, сказал он, это повсеместный цифровой актив. Вы поняли его? Вы понимаете, что это значит? Это значит, что все это для институционалов, для крупных денег, а не для розницы. Дэвид Шварц, технический директор Риппл, пишет, XRP это актив, который можно использовать для расчетов. Это что-то вроде золота, которое может мгновенно телепортироваться по всему миру. Он действительно перемещает ценности, нет никого лучше его. Действительно, международные расчеты это слабая сторона современных платежных систем. Хотя слово современное для устаревших платежных систем, наверное, не подходит. В любом случае, это то, что исправляет XRP. Это то, в чем заключается ценность XRP. И это то, почему я инвестор в XRP. И я верю, что XRP тоже повлияет на мою финансовую жизнь в будущем, как это делает биткоин сейчас. Ведь все то, что происходит вокруг XRP, о чем я снимал немало видео, приведет к реакции его цены на это. Посмотрите, где упоминается Ripple. Посмотрите, в списке каких финансовых компаний он находится. Это и национальные центральные банки, это и Всемирный банк, и Международный валютный фонд, и Банк международных расчетов. Посмотрите на экосистему XRP, насколько она разрослась. Почти три года развития, и никакой реакции цены на это. Что случится, когда все эти события, и все это последовательное развитие, все-таки отобразится на курсе. Я думаю, в итоге мы сделаем не просто деньги, а то, что в истории этого периода будут называть богатством нашего поколения. И это не вопрос если, это вопрос когда и сколько денег мы заработаем. И, наконец, нажмите на колокольчик прямо сейчас, ведь сегодня или завтра я выпущу очень важное видео о Ripple XRP для всех холдеров, или тех, кто покупает его прямо сейчас. Его нужно будет посмотреть до 12 декабря, и это очень, очень важно. Нажмите на кнопку подписаться, затем на колокольчик, и выберите все уведомления. Когда я опубликую этот ролик, я обязательно добавлю ссылку на него в описании под этим видео. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. И знали бы вы, как со стоматитом больно записывать видео. Просто сижу и страдаю. Но я полностью отдаюсь своему делу, ведь оно мне безумно нравится. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok